У нас сегодня хорошее событие. Мы наконец-то реализуем тот долгожданный проект, который ждал город Мариуполь. В первую очередь я хочу поблагодарить наших коллег, Лиша, Джован и Софию, которые вложили частичку своего сердца, своей души в этот проект. Я хочу сказать, что этот проект имеет свое начало. И, наверное, надо было еще раз рассказать, откуда вообще зародился этот проект. Проблема воды уже достаточно с историей. Проблема воды города Мариуполь. Мы рассматривали различные варианты водообеспечения города. Никому, наверное, не секрет о том, что мы сегодня воду берем с Северского Донсак и, соответственно, трубопровод преодолевает расстояние в 240 километров. Это говорит и о качестве цены, и о стоимости воды. Мы также понимаем с вами сегодня, что есть определенные риски, что водовод проходит сегодня по неподконтрольной территории. И в любой момент город Мариуполь может остаться без водообеспечения. Понимая всю серьезность этого вопроса, были изучены три направления. Первое направление. Сделать альтернативное водообеспечение с другого бассейна. Рассматривался в варианте нового Каховского водохранилища. Соответственно, стоимость этого проекта выходит далеко за 5 миллиардов. Понятно, что это большой бюджет. Понятно, что это длинные сроки. И этот проект не решает самые важные проблемы. Цена и качество воды. Да, это альтернативный источник, но это не решает с точки зрения потребителя ни цена, ни качество. Второе направление, которое мы также изучали, которое всегда было на слуху у жителей города Мариуполя, что можно поднять из недров сегодня те источники, те колодцы, которые есть внутри города и за его пределами. Изучили также и это направление совместно с институтами. И определили то, что вода, да, действительно есть. Но объем этой воды измеряется часами. Всего лишь 8 часов можно будет доставать воду из этих колодцев. Это о чем говорит? Что тогда мы бы с вами воду подавали для жителей города Мариуполя по часам. Но при этом, так же бы мы не решили важную сторону этого вопроса, это качество и стоимость. Опять же время, опять же инженерные решения, которые быстро бы не позволили решить ту проблему, которая сформировалась за определенный период. Третье направление, которое вы знаете, мы также сегодня изучаем. Это строительство крупной очистительной станции, которая бы позволила очищать воду с тех источников, которые сегодня доступны для города Мариуполя. Это Старокрымское водохранилище. Также рассматривается вариант из Павлопольского водохранилища. Но там есть очень большие вопросы с точки зрения санитарных норм, возможностей забора. Мы также этот опыт изучаем сегодня. И в том числе забор воды из Азовского мая. Вот этот проект бы учел бы все три стороны. С точки зрения независимости города Мариуполя относительно водообеспечения, с точки зрения стоимости и с точки зрения качества. Но это большие инвестиции. Инвестиции в строительство такого завода измеряются миллионами долларов и выходят далеко за 50 миллионов. Соответственно, есть подрядчик, который готов был построить в городе Мариуполе такую станцию. Сегодня этот проект уже перешел на уровень государственного проекта. И сейчас этим проектом лично занимается Геннадий Григорьевич Зубков, который сформировал проектную группу, которая должна приехать на следующей неделе еще раз изучить все три направления, которых я сейчас ставлю. И сделать вывод с точки зрения водообеспечения города Мариуполя. То есть, какой альтернативный вариант будет выбран. С выделением определенного объема инвестиций со стороны государства. Но это мы понимаем, что это также долго. А проблема воды, она сейчас уже остро звучит для жителей города Мариуполе. И мы рассмотрели альтернативный вариант, который назвали социальная вода. Этим проектом мы хотели решить три вопроса. Сделать воду, первое, бесплатной для наших детей в детских садах и школах. Сделать воду бесплатной для социально незащищенной группы мариупольцев. И сделать воду доступной для наших детей. То есть, сегодня с нашими партнерами мы начинаем этот проект. И уже в 21 детском саду и в 14 школах уже установлено оборудование для наших детей. И они могут пользоваться этой водой. И до конца года мы берем на себя обязательство, чтобы во всех школах города Мариуполя появится социальная вода. Следующим этапом мы ставим перед собой задачу и уже сегодня реализуем этот проект, чтобы обеспечить социально незащищенных жителей города Мариуполя социальной водой. И параллельно мы размещаем в сети магазинов, в сети аптек города Мариуполя воду. Для того, чтобы она стала доступна по доступной цене, по стоимости 35 копеек для жителей города Мариуполя.